Друзья, ну вот и произошло мое крещение как блогера с дюлями. Пить всю кровь. Эдвард Билл, точно знаю, получал из дюля. Вот, теперь вот у меня такие же губы и совершенно бесплатные. Борис Моисеев, я думаю, или руки-базуки, знаете, все такого, звезда ютуба. Он себе недавно губы накачал, вот у меня теперь тоже. В голове моей обилки, да, 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 как песенка в виде буха. Почти мулевая. Такая вот дырка, все видите, да, говорят, что я так мог их прожесть с сигаретой. Сейчас я пойду в отдел полиции писать заявление. Мне сегодня никто не зарыст, вообще. Потому что я сейчас зайду, ты знаешь, куда я сейчас зайду? Куда? Короче, вот такая вот жесть происходит. Наверное, я сегодня опять не выйду. Друзья, всем привет, с вами канал Жека. Ладно, достал уже это канал, канал. Пришел я, короче, с работы в общежитии. Отработал я смену и уже второй день наблюдаю такую на букву Х. Что сказать? Короче, да, первый день меня штаны прожгли. Короче, я пришел ночью, у меня дырка на штанах. Сказали, никто ничего не знает, облили мне кровать. Я сплю на нижней койке. Вот. Сегодня уже второй день, такая вот хуета происходит. Назовем это так. Больше у меня выражений никаких нет. Потому что я уставший, хочу отдохнуть. Работаю в торговом зале. Много людей, посетителей, музыка играет. Вы, наверное, представляете, что такое торговый центр. Но сегодня, видимо, мне опять не придется отдыхать. Вот такая вот картина. Гриша лежит, спит. Короче, Гриша пьяный в ноль. Весь грязный, на моей кровати. Его место мне. Сейчас мы еще заговорим. Короче, друзья, это пиздец. Полный перетон. Друзья, давай, друзья. Давай, перелазь к себе на кровать. Подойди, завтра приеду. Что ты завтра? Сегодня уже буду на месте. Ну, хватит уже, правда. Блядь, дай мне выспаться надо. Да. А я тебе хочу. Ложись спать. Я тоже хочу спать. Все. Да. Давай все, ложись. Так ты на моем месте лежишь-то. Спишь на моем месте, блин. Давай, вставай, блин. С моей кровати. Так. Мне сегодня никто не зарыст. Вообще. Потому что я сейчас зайду. Ты знаешь, куда я сейчас зайду? Куда? 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 Короче, вот такая вот жесть происходит. Наверное, я сегодня опять не высплюсь. Вот это мои штаны. Такая вот дырка. Все видите, да? Говорят, что я так мог их прожечь с сигаретой. Ну, думаю, тут сигарета она вряд ли была. Потом карман. Тут кипятильный положили. И хер знает что-то. Что, блин, жалко что-нибудь? Чё, жалко штанов? Конечно, жалко спортивный костюм. Конечно, мне жалко. А ты как считаешь, мне жалко, блин, костюм за 8 тысяч рублей, блин? Я дебил? Ай, дебил. Ну, я и об этом говорю. Кровать не залили всю водой. Штаны прожгли. Теперь спать мне не в чем. Теперь я по улице хожу и в этих штанах буду спать. Да, как-то это несправедливо. Такая вот у нас в общаге жизнь. Вот так, друзья, мы живем в общаге. Короче, народ, я попиздился. Или получил пизды. Не знаю, как это сказать правильно. Поэтому работа блогера довольно-таки опасная. Как космонавты. Все видите мои губы. Все расхерачены. Не знаю, здесь тоже видно, наверное. Сейчас я пойду в отдел полиции писать заявление. Никому не советую повторять мои подвиги. Потому что это все может так плачевно закончиться. Можете остаться без углов. У меня их к радости совсем немного. Поэтому особо небольшие потери были. Был там тип один. Попал он в кадр на верхний пол. Вот он соскочил и залепил мне пару раз. Хороших таких. Раза три-четыре мне по лицу. Не помню, успел я ему ответить или нет. За мной еще погоня была. Чтобы я не шел в полицию, не писал заявление. Потому что у коменданта этого общежития будут проблемы. Сейчас приедет полиция. Я найду сейчас отделение. Я нахожусь в Царицыно. Более точные адресы потом ссылочки под видео скажу. Никому не советую въезжать в какое-то общежитие. Потому что вы можете так же красиво закончить, как и я. Я поближе снимаю. Думаю, видно. Мое лицо красивое. Губа. Щега здесь. Против, думаю, видно. Подбитый. Ну, слава богу, не подбитый. Позвонил начальнику с работы. Он сказал, завтра можно взять выходной. Подлечиться. Вот так вот. Здесь вот кровь. Пить все кровь. Я уже ее меньше. Я как бы снегом. Снегом как бы. По краю губочка осталось. Снегом как бы я прикладывал, чтобы опухоль немного спала. Не хочу таким красивым ходить. Вот. Ну, видно. Конкретно мне выебал. У меня там еще импланты стоят. Я ей сезон выставлю. То есть, народ вот так вот. Никому не советую в это общежитие въезжать. Ну, как говорится, работа блогера, еще раз повторю, она опасна. Но, чтобы у тебя сегодня не только Гриша с разбитым небалом, а я тоже. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все это ради вас, всяких жертвов. Надеюсь. Вы не попадете на такие же жопы, как и я. В час утра. Ветро уже закрылось, можно сказать. Не знаю, где буду ночевать. Еще раз. Смотрите. Пойду сейчас в отдел. Может, там пересижу. Надо ехать с утра в магазин, открывать магазин. Потом приедет замена мне. Поэтому не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии. Мне очень неудобно говорить об лучших губах. У них по ходу розыски. Он рецидивист. По ходу дела. Потому что у него ножик еще был. Он показывал. Поэтому я немного его побоялся. То, что во мне видят пару дыроки, а может и не пару. Это было вчера. Сегодня, видите, он применил кулаки. Поэтому, как бы, не все так... Не так красиво эта история закончилась, как хотелось бы. Вот. Типа тут вчера... Нет. Дня три назад приезжала полиция. Видимо, тоже что-то случилось в общаге. И он пытался вывести в окно на окнах решетки у нас. То есть он закрылся изнутри. И сидел... У него трясло всего то, что внутри, внутри. Вот. Поэтому, я думаю, это тип розыски. Пост проживает в общаге. Всегда сел на дно. Народу много. Поэтому идеальное место. Он попал, кстати, в кадр. У него второй ярус. Верхняя холка. Когда я Грюша снимал, он попал. Ну, я не просматривал. Сейчас еще видео позже посмотрю, попало лицо или нет. Жалко не... В момент я побоялся. Вроде был телефон, что он мне разобьется просто. Он меня ебушил. Ну, скажем так, побил меня немного. Вот. Поэтому... Такая вот профессия. Блогер. Злогер. У меня болит голова. Наверное, сотрясение мозга, если он есть. Поэтому... А может и нет. Нечему сотрясаться. Не знаю. Если утром будет хуже, то поеду в трампунт. Мне там просветят. Скажут. Все так плохо, безнадежно или нет. В голове моей опилки. Да, да, да. Как песенки у Винни-Пуха. Я забрал вещи. Сообщение. Тапочки забыл, правда. Сейчас вещами попрусь. По городу ночью. Один. Друзья, я взял себе Пепси. Это не реклама. Мне за это не платили. Ну, просто она холодненькая. В магазине вот видно напротив. Стою круглосуточно. Чтобы опухоль сошла. Чтобы губы хотя бы до утра отошли. Потому что не открывать магазин. Губы, наверное, у меня... Как девушки сейчас модно. Накачивают ботексом. Или чем там, не знаю. Я по женским салонам красоты не хожу. Ну, как у Бориса Моисеева, я думаю. Или руки-базуки. Знаете, все такого. Звезда Ютуба. Он сегодня давно губы накачал. Вот у меня теперь тоже. А только я совершенно бесплатно. Сейчас сделал эту процедуру. Вернее, мне ее сделали. И за это мне копейки не отдал. Поэтому, если вы захотите все такие же губы, приходите в это общежитие. Я напишу адрес ниже. Будет ссылочка. Такие вот губки. Вот. Все видно, да? Наши друзья. Я не буду говорить, народ. Наверное, будет звучать грубо. Я скажу, друзья. Вы же меня все друзья. Друзья. Заявление милиции, наверное, тоже не буду писать. Потому что Кемендаф очень хороший человек. Он меня просил не делать это. Не портит ему жизнь. Мужик хороший. И я не хочу ему портить жизнь. А тому уроду, я думаю, все это вернется когда-нибудь. Друзья, я нахожусь в пиццерии. Сегодня я, как видите, не буду ночевать в сугробе где-нибудь. Хотя я уже думал, где-нибудь в подземном переходе метро. Останусь спать на сумках. Может быть там всякое было бы. Меня бы и обчистили, и побили опять. Меня очень милая девушка здесь встретила. Разрешила мне переночевать, скажем так, до 6 утра, пока не откроется метро. Я нахожусь в пиццерии. А пиццерия как называется? Пицца экспресс 24. Пицца экспресс 24. Люди. Всем, кстати, я еще не пробовал, попозже попробую. Оно пахнет очень вкусно. Поэтому раз здесь такие добрые люди работают, я думаю, здесь и пицца такая же добрая и вкусная. Поэтому я всем советую эту пиццу. За рекламу мне не платили. Я, в принципе, добрый поступок за добрый поступок. Это была моя инициатива здесь снимать. Вы видите, да, мои губы. Они теперь как у Анны Семеновича или Бориса Моисеева. А может быть, даже руки-базуки. Есть такой блогер, который себе симптомом бицепса, вернее, вазелином уже все об этом заблочили. Вазелин себе вкачивал в руки. И вот недавно он себе накачал губы. Когда ему удалили этот вазелин из рук, он решил за губы взяться. Вот. Теперь вот у меня такие же губы. И совершенно бесплатно. Я вам уже говорил. Я за них не отдал ни копейки. Давайте посмотрим, что здесь продается, что здесь есть. Друзья, вы также можете меня поддержать финансово. Вернее, отправить мне какую-нибудь денежку на лечение. Вот этого всего. Кстати, боль прошла. Почти. Вот. У меня под видео будет ссылочка на донат. И также на мои электронные кошельки. Куда можно отправить мне денежку, меня поддержать. Еще раз извиняюсь. Я уже говорил в другом видео, что немножко камера балансирует. Потому что я штатив на штатив не устанавливал. Заикаться уже стал. За 15 дней. Так. Еще бы мне хотелось продегустировать эту пиццу на вкус. Попробовать ее лично. Чтобы вы не думали, что я делаю рекламу в заведении. Да. Сам не попробовал даже. А сделал рекламу. Как это делает большинство блогеров. За деньги правда. Я это совершенно бесплатно. Из добрых побуждений. Буду сейчас делать, пробовать. Наслаждаться вкусной пиццей. Аня, а как называется эта пицца? Жульен. Жульен. Вот. Аня мне говорит, что пицца называется Жульен. Друзья. Вот такая вот пицца с Кока-Колой. Я взял такую вот бутылочку Кока-Колы. Она здесь стоит 49 рублей. Да? Верно? 49. Верно. Видите как. Не отбили мне все-таки последние мозги. Вот такая вот пицца. Здесь грибы, курица, сыр и соус Жульен. Для Жульену. А поэтому она называется в принципе Жульен. Стоит она. Сейчас посмотрим. Давайте чек посмотрим. Стоит 49 рублей. Это у нас. Это что у нас такое? Так. Кока-Кола, да. А пицца стоит тоже 49, да? А, пицца 60 стоит. Друзья, извиняюсь. Все-таки мне наверное отбили последние мозги. Вот такая вот. Она горячая, прямо из печи. Такая вот пицца. Я не буду снимать пальто, потому что мне лень делать панлу. Поэтому давайте попробуем пиццу. Тесто очень нежное, хрустящее. У меня, конечно, губы опухли. Я не ощущаю наполовину вкуса, но не ощущаю, что она крутая, что она вкусная. Потому что пиццу я люблю и обожаю. Это мое любимое блюдо, если бы вы не знали. Сыр, пицца, вот это все. Итальянская вот эта вот. Короче, итальянская кухня. Вот. Я весь отпизженный, но все равно я наслаждаюсь этой пиццей. Она очень вкусная. Даже отпизженный человек может наслаждаться этой пиццей. Поэтому делайте вы умы. А если бы я не был отпизженный, я бы еще, наверное, больше наслаждался. Очень сочная. Блин, я вот заказывал у себя в городе и такую пиццу не ел. Обалденная пицца. Очень вкусная. Чапкать я не буду. Мне в комментариях пишут, что я чапкаю. Как поросенок постоянно в своих видосах. Вот. Поэтому я в этот раз воздержусь. Друзья, это очень вкусная пицца. Приходите в это заведение. Обязательно попробуйте. Вернее, вам обязательно надо сюда прийти. Лучше с семьей, с друзьями. И попробуйте эту замечательную пиццу. Такая вот кафешка. Закусочная, я не знаю, как правильно. Забегалка. Само не таки. Необычный стиль. Ретро. Прикольные такие диванчики. Это вот пицца. Такая вот зеленая, как лужайка. Тоже готовая пицца. Впервые такую вижу. Такая тоже. И такая. Такое, по-моему, я кушал. При вас. Все при вас здесь готовят. Напитки. Друзья, но это мои вещи. Поэтому пора мне подвигаться. За окном уже. Рассветает. Правильно сказать, да. Рассветает. По 8 утра, повторюсь. Мне пора ехать работать. Сказали, сегодня нужно отработать. Так что выходного у меня не будет. И жилье у меня тоже. Сказали. Здесь, кстати, очень крутой кофе. Я попил без вас. Поэтому вам его не получится показать. Здесь три вида кофе. Очень вкусная. Это, опять повторюсь, не реклама. Я взбодрился. И теперь пора выдвигаться. Как бы так. Народ, вот такая тут кофемашина. Тебя можно снять, нет? Не надо. Ну, друзья, видите, здесь сотрудники запрещают себя снимать. Не хотят они известности. Такая кофемашина. Очень вкусное кофе. Такое мало. Где пробовал и пил. Пил и пробовал. Всем советую. Татьякция. Фреш апельсиновый. 50 рублей за 0,2. Такие вот здесь кофе. 30 рублей всего, но очень вкусное. Кофе обалденное. Я пил капучино. Я ел упорный. Чтобы помыть бошку перед работой. Привести себя в порядок. Это мои вещи. Рюкзак и сумка. Которую я забрал сообщать. Вот он я сам. Как видите, у меня... Бля, руки дрожат. Даже двумя камерами. Ой, двумя руками держу камеру. Дорожат. У меня это. Я пересрал. На меня хуярили. Туле это на нервную почву. Не пойму. Вот видно у меня гематома. Синяк превращается. И вот здесь. Псадина. Губки. Теперь я буду с кукленькими губками. Утин. Друзья, ну вот я помыл голову. Там зацепил рюкзак, как вы видите, у меня зацеплено в зеркале. Такие двух людей губки мне теперь. Мне пора открывать магазин. Бля, меня колбасит. Всего трясет. Пусть я не спал всю ночь. Кофе пил, энергетики. Пекси. Вернее, колу даже пил. Теперь он знает, от чего меня колбасит. Он вроде не обосрался. Сейчас пойду открывать магазин. Снимать помбы. Запускать персонал. Поэтому надо было выглядеть более-менее. Башка уже грязная была. Я ее помыл. Увидимся. Позже. Друзья, ну вот и произошло мое крещение. Как блогера. Физдюлями. Я думаю, каждый уважающий себя блогера это прошел. Пусть не каждый какой-то. Эдвард Билл точно знаю, получал физдюля. Да. По крайней мере, я видел этот видос. Не знаю, Франк это или нет. Его очередной. Вот и пришла моя очередь. Да и еще каких-то видел тоже прикольных чуваков на ютубе. Тоже получали по иглу в лицу. И часто пишут комментарии, что я ругаюсь Март. Поэтому больше я не буду ругаться. Сутка буду, конечно. И это чисто русская речь. Одним словом можно выразить бесть. Поэтому те, кто не воспринимает это все. У меня есть в начале каждого ролика вставочка о том, что лицам не достигшим 18 лет, а также беременным женщинам, а также людям с слабой психикой просьба отказаться от просмотра данных роликов. Ну, что я могу сказать. Окрещение произошло. Издевляя, я получил. Вот видно, дематома более четко себя стала выражать. Вернее, синяк. Баналь. Так еще его опознавать. Более синеть или чернеть. Пишите в комментариях, как это выглядит. Большой он или маленький. Наверное, многие будут писать, что я сам себя отпиздал. Поскольку не видно, как меня хуячили. Но это не так. Просто в этот момент у меня телефон, я его отключил. Этот чертила соскочил со второго яруса кровати и на меня накидал. Он и Гришу купил, который в начале ролика. Который лежит на моей кровати и не хочет вставать. Не хотел вернить. С разбитым носом у него похожее. Как ребята сказали, перелоп в носу был. Но я с ним больше не общался. После этого его не видел. Я в другую общагу переехал. Поэтому не знаю о дальнейшем его судьбе. Но, думаю, мы с ним увидимся. В одной компании работаем. Поэтому пишите в комментариях, чего бы вы хотели еще. Какую тему ролики, чтобы я снял. Но это так влог из моей жизни, как я сейчас живу. Так же я снимаю людей. Интересных. Интересных людей. Если вы интересный человек, пишите мне вконтакте и на почту. О себе немного. Свои контакты. Как с вами потом связаться. И мы обязательно с вами встретимся. И я сниму о вас видос. И вы уже его на YouTube. И, кстати, народ, подписывайтесь на YouTube. У меня в Одноклассниках как грибы растут. Подписчики в просмотре. Но контакт он как-то как на кладбище. Там у меня тишина. Поэтому очень меня к вам просьба большая. Особенно тех, кто смотрит меня в Одноклассниках. Подписывайтесь ко мне на YouTube. На мой YouTube канал. Лайкайте видео. Ставьте комментарии. Делайте репосты. Так же вы можете мне финансово помочь. Под каждым роликом у меня есть информация, как это сделать. На донат ссылка. И номера электронных кошельков. Вы можете сделать мне небольшой ништяк. Там 10 рублей. 50. 100. Можете там тысячами. Какие у вас, смотря финансовые возможности. Я буду рад любой помощи. Потому что мне нужен новый микрофон. Так же я хотел купить стабилизатор. Или как это правильно называется. Чтобы у меня иногда, мало любого оператора, то есть руки. Чтобы этого не было видно в кадре. Эта штука такая. Короче. Будут крутые. Будут еще круче видеоролики. Если я куплю эту хрень. Поэтому. Ну и на пивасик тоже не буду отрицать. На пивасик. На хлеб насущный. Тоже иногда хочется отдыхать. Ведь это же работа. Вы посмотрите мои видеоролики. Кто-то пишет комментарии. Кто-то полное говно. А кто-то наоборот. Кайфует. Наверное. Это больше будет касаться тех. Кому по душе. Мое творчество. Любое творчество. Это работа. В какой-то степени. Оно должно оплачиваться. Поэтому. Вы можете внести свою лепту. В виде ништяков. Через донаты. И электронные кошельки. Думаю. Будем пока прощаться. В дальнейшем. Надеюсь. У меня еще будут. Новые ролики. Если я. Буду живой. А. А. Что я. А. Короче. Народ. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментарии. Особенно. На ютуб. Для меня это очень важно. Я разошел в сайте. И увидел. Какое-что интересное. На фотку. Сейчас я вам покажу. Как раз она кстати. Позже объясню почему. Вот такие вот ботинки. Нашел. В туалете. Вернее видел. Как раз у меня кроссовки все дырявые. Все дырявые. Все дырявые. Хотя я купил их недавно. А денег на новые нет. Авансы маленькие. А зарплата только через месяц. У меня вода затекает в один кроссовок. Пока я иду на работу. Прихожу весь мокрый. И кашляю. Из-за этого насморк. И обзоры получаются хуже. Влоки вернее. Которые снимают на вас. Такие вот. Почти мулевые. Молнии. Молнии рабочие. Сейчас. Секундочку. Да. Видите. Молнии рабочие. Подошвы тоже в идеале почти не тертые даже. Молнии. 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 Ладно народ. Давайте всем пока. Мне пора на работу. Поэтому будем прощаться. До следующих встреч. Как что-то сниму новое я обязательно это выложу. Специально для вас. Друзья. Даже наверное не народ, а друзья. Потому что вы все для меня друзья. Не знаю как я для вас. Но вы для меня. Друзья. Давайте. Пока. Друзья. Вот такой вот у меня пингал. Уже третий день. Синий уже черный. Третьи сутки. Более выраженный становится. Третья. Третья.